СКОЛЬСКИЙ ЛЕД Юлаев провели доброматч, а Лисы выяснили свои отношения с Волками, пропуская из чужой зоны. Витязь провел первую игру без Завьялова и преуспел, Николай и Спартака продолжают устраивать Голди Шоу, а пока армейцы Москвы и Санкт-Петербурга пытаются занять привычные для себя места, Динамо и Локомотив в очном противостоянии разыгрывали трон Западной конференции. Откладываем в сторону все дела, ведь мы начинаем наш обзор. Погнали! Сегодня первая среда октября, а это значит не только, что рабочая неделя перевалила за свой экватор, но и то, что сегодня в мире отмечается Международный день детского церебрального паралича. Трактор в четвертый раз серьезно подготовился к этой дате. Сказочное шоу, уникальные джерси у обеих команд, помощь для девочки Маши и много юных ребят в гостях у черно-белых. Соперником челябинцев стал Салават Юлаев. В последнее время дела у уфимцев идут не очень-то здорово. Единственная победа в пяти матчах над кем бы вы думали? Да, именно над Трактором всего неделю назад. 12 очков после 12 матчей и очень много недовольных болельщиков в соцсетях клуба. Похожие слова можно сказать и о Тракторе. Не слишком яркий, прагматичный хоккей Анвар Гатитулина и любимый счет 2-1. Последние две встречи челябинцы завершили в овертайме именно так, проигрывая по ходу встречи. Как сложилась судьба сегодняшнего матча? Смотрим. На старте матча Салават попытался поддавить соперника. Здесь интересное противостояние Ефремова и Шепелева нарисовалось. Сперва Фору Цалавата силовым встретил защитника Трактора за воротами, а потом Шепелев ответил Ефремову уже возле ворот. Телегин подключается к атаке с кистей, заряжает в дальний угол. Неплохой момент для защитника Трактора. Пытаются челябинцы перехватить инициативу и получается у них это на какой-то момент времени. Бурдасов Шепелев тот же самый выводит диагональной передачи на бросок кистевой в ближний угол. Илья Ежов, который в этом матче оказался в воротах Салавата, пока держится молодцом. Продолжает Трактор атаковать. Еще одна атака и выводили на бросок с пятака Егора Фатеева. Махнул действительно опасно для Салавата, но махнул все-таки не точно. 8 минут позади в первом периоде. Уфимцы забирается в зону. И невероятное попадание от Артема Пименова. Выводит гостей вперед. 1-0. Выдал передачу Алалыкин. Бросил с лицевой линии в этом эпизоде Пименов. Радиоуправляемый кистевой в дальний верхний угол. Без шансов для Зака Фукали, который в этот момент уже на щитки сел. Защитники Салавата тоже неплохо действуют в нападении. Здесь подключался Евгений Бирюков. И из левокруга вбрасывание заряжал. Отвечает своим моментом трактор. И это Шепелев продолжает атаку своей команды. Сперва сам бросил, потом скинул на синюю линию. Дальними бросками пытается Уфимцы нагружать работы Ежова. Здесь небольшая стычка. Ну, без этого тоже никуда. Много борьбы, тем более в подобных матчах, где две команды, играющие в плотный хоккей, встречаются. Хмелевский резко покатил на пятак. И там его встретили как надо. На старте второго периода трактор пытается включить дополнительные мощности и серия бросков на ворота Ежова. Вот первый из них вывели Егора Попова на дальний бросок практически от синей линии. Справился с ним галкипер Салавата. После вбрасни перехватывает шайбу трактор, убегает в контратаку. Попов доставляет шайбу на пятачок. Шабанов не смог клюшку подставить. Второй волной Шабанов отыгрывает шайбу через защитника, получает обратную передачу. И снова кистевый бросок. Снова Ежов шайбу останавливает. Дальние броски пока все, что здесь трактор может предложить своим оппонентам. А это уже подключение Хмелевского. Забирается он в правый круг, получает передачу от Николая Кулемина. И кистевым броском проверял Зака Фукали. Восемь минут до конца второго периода тащит шайбу Пименов вдоль борта. И классно скидывает ее в центр зоны. Откуда Евгений Бирюков, супер ветеран Салавата Юлаева, забрасывает свою первую за последние три года шайбу в матче континентальной хоккейной лиги. Классный розыгрыш получился. Проходом Пименов оттянул на себя несколько соперников. Освободил пространство и оттуда забросил шайбу Бирюков. Практически сразу шанс еще один у Салавата Юлаева. Сучков перехватил шайбу на синей линии и убежал к воротам Фукали. Отобрал шайбу, кстати, у Владимира Ткачева. Но галкипер здесь был молодцом. Плюс ко всему еще немного ему не повезло. Влетел в него форад Салавата. Еще и в штангу влетел тоже вратарь. Но благо все обошлось. Фукали в игру вернулся. Салават продолжает давить, продолжает наступать. И уже Лещенко бросает в ближний угол. После паса Пустозерова закрывает угол галкипер-трактора. Четыре минуты до конца второго периода. Большинство у уфимцев. Вывод на бросок Алла Лыкина. Снова проверка в ближнем углу. Проверку эту Фукали проходит. В дебюте третьего периода Салават Юлаев нам быстренько напомнил, почему эти 20-минутные отрезки считаются неудачными для трактора. Вячеслав Лещенко забрасывает третью шайбу Салавату Юлаева. Здорово поборолся в этом эпизоде Егор Сучков у борта. Выскочил в центр. Откатил шайбу на подключившегося Лещенко. И тот послал шайбу в ближний угол. После этого гола Заков Укали сменил в воротах трактора Сергей Мыльников. И челябинцы продолжают принимать попытки. Пытаются забираться в зону. Здесь у Ткачева был неплохой шанс, когда он боролся под воротами. Но это уже ответ от уфимцев. И Мыльников впервые серьезно вступает в игру. Трактор разыгрывает шайбу в зоне. Вывод на бросок Щучинова. И попадает тот в штангу. Снова трактор в зоне. Снова трактор в атаке. Передача опаснейшая. Карпухин подключается к атаке. Но бросок у него не получается. Предпринимает и дальше челябинцы свои попытки. Лезут на пятак. Пытаются оттуда найти возможность пробить Илью Ежова. Но тот непоколебим. 7 минут до конца третьего периода. Большинство у Салавата и Лаева. Пименов на пятачок шайбу скидывает. И первая попытка Кулемина пробить с неудобной руки неудачная. Большинство продолжается. Спустя 30 секунд Пименов находит на синей линии Холидова. Тот возвращает Шабу Пименову. И бросок с вершины. Который оказывается точным. 4-0 в пользу Салавата и Лаева. Дубль Артема Пименова. Классный розыгрыш. И классные действия под воротами от Кулемина. Который очень своевременно закрыл обзор галкиперу трактора. Последний штурм. Последние минуты. Пытается трактор что-то сделать. Но это не помогает челябинцам забросить шайбу. И более того, это не помогает Анвару Гатятулину сохранить свой пост. После матча главный тренер трактора был отправлен в отставку. Принято решение. Анвару Гатятулину отправлен в отставку. Исполняющего обязанности будет Алексей Заворухин. Спасибо. В Магнитогорске второй раз за три дня встречались Металург и Нефтехимик. И в середине первого периода произошел главный курьезный эпизод этого матча. Набрасывал шайбу от своей синелидии защитник Нефтехимика Илья Хохлов. И рикошетом ото льда шайба залетела в ворота Александра Сутницына. Неприятнейший момент для голкипера. Нашла шайба кочку в Магнитогорском льду. И залетела в противоход голкиперу. Точтехонько в створ. Илья Хохлов 1-0. Пользу Нефтехимика. Седников и Клок ему ассистировали. Седников набирает очки уже в третьем матче в составе Нефтехимика. Металлург пытается отреагировать на пропущенную шайбу. И на последней минуте первого периода Гребенкин тащит шайбу вдоль борта. Скидывает ее на подключившегося партнера. И 19-летний Михаил Грасс вторую шайбу в своей КХЛ-овской карьере забрасывает. Сравнивает счет Магнитка до перерыва. Здесь классно от силового Седникова ушел Гребенкин. Сделал передачу с неудобной руки от лицевой. И Грасс забросил. Помог ему, конечно, здесь и контакт Жана Себастьяна Ди с Вратарем. Но влетел туда форвард Металлурга не без помощи защитника Нефтехимика. Середина второго периода. Большинство у Магнитки. Михаилес выдает классную передачу под бросок Юрову. И тот с кистей направляет ее в цель. Первое лидерство для Металлурга в этом матче. Вообще здесь все молодцы. И Дронов, и Михаилес, и сам Юров. Очень классный розыгрыш наверху в большинстве в исполнении хозяев. И вполне закономерное лидерство. Шестая минута третьего периода. Металлург цепляется за шайбу. Вновь это уверенно делает Гребенкин. Подключает Зернова. Тот скидывает шайбу на дальнюю штангу. И Жан Себастьян Ди на сервис не стал въезжать в вратаря. А просто зарядил и попал. 3-1. Снова отмечаем классную результативную комбинацию от Магнитки. И третий гол, который ставит точку в этом матче. 3-1. Победа Магнитогорского Металлурга. Подмосковный Витязь проводил первый матч после отставки главного тренера Александра Завьялова. На лед в Балашиху приехал Кунь-Лунь. В середине первого периода на отложенном штрафе удается хозяевам открыть счет в матче. Сделал это Владимир Галузин. Получил шайбу Аркалов на сей день. Запустил ее с кистей. И клюшку здорово капитан Витязя подставил. Перекинув шайбу за шиворот Джурусику. В конце первого периода Руслан Педан держит шайбу у своих ворот. Отдает длинную передачу в среднюю зону. Разгоняется Александр Еремчук. И стал он закатываться в левый круг вбрасывание. И мощно зарядил мимо галкипера Кунь-Луня. 2-0. Успешный первый период. Который во многом и предопределил исход этого матча. В концовке второго периода пытается Кунь-Лунь одну шайбу отыграть. И делает это Девин Броссо. После наброса с вершины левого круга вбрасывание шайба. Кунь-Луня залетела в сетку. Но это был единственный плюс для Кунь-Луня в этом матче. 2-1. Витязь одерживает победу. Днем СКА приобрел у адмирала лучшего вратаря прошлого сезона Никиту Серебрякова. А вечером сыграл в хоккей с Минским Динамо. Начинался этот матч для армейцев весьма неплохо. За 4 минуты до конца первого периода Владимир Алистров поразил ворота своей бывшей команды. Получил он шайбу за воротами. И не без помощи рикошета от Коди Керна смог пробить Алексея Колосова. Прервав его сухую серию, которая длилась чуть больше 100 минут. Спустя 2 минуты армейцы удваивают свое преимущество. Заработав большинство, быстро воплотили его в гол. Получил передачу от Максима Федотова в середине зоны Алекс Гальченюк. И прошил своим мощным броском Колосова. Начало второго периода и большинство уже у Минского Динамо. Роман Горбунов одну шайбу хозяев отыгрывает. Получил он передачу от синей линии от Калдиса. Не стал закатываться в круг. И этого броска вполне хватило. В середине второго периода шанс отменный упускает Святослав Гребенчиков. Получил передачу от Василия Глотова. И в упор пробивал Колосова. Но галкипер Динамо был на чеку. Через минуту ответ уже от хозяев. И набирает скорость Виталий Пинчук. Не стал ни с кем он шайбой делиться в этом выходе. Три в два. И его броска хватило, чтобы а пробить Артемия Плешкова. И б счет в этом матче сравнять. Еще через пару минут вот такой эпизод случается. Не понравился Сергею Кузнецову момент стыка уже после свистка. И пошел он на Святослава Гребенчикова. Оба скинули краги. Ну, до какой-то серьезной драки дело так и не дошло. Хотя свои пять минут парни заработали. Вот этот эпизод не понравился. Атаковал Гребенчиков Калдиса. И пошел за него заступаться защитник минского Динамо. Концовка второго периода большинству минчан. Но в атаке СКА передача и очередной сейф Колосова. Алистров заходил здесь на дубль. Однако Колосов сказал свое веское нет. Долго счет в этом матче оставался 2-2. Но в середине третьего периода воспользовались ошибка армейцев за воротами минчаней. И Иоаннис Калдис вывел минское Динамо вперед. 3-2 впервые. Они впереди. Из-под Гальченюка удалось здесь шайбу вытащить. Эннесс быстренько вывел на бросок партнера. И тот не промахнулся. Последние две минуты третьего периода. Нужно СКА отыгрываться. А они остаются втроем против пятерых минчан. И Динамо за это наказывает дубль Романа Горбунова. Получил он передачу от Влада Кадолы с лицевой линии. И сразу же нанес бросок неотразимый для галкипера СКА. 4-2. Волевая победа команды Дмитрия Квартального. И третья виктория для Динамо в последних четырех матчах. В Москве на арене Мегаспорт встречались две команды, занимавшие пятые места в своих конференциях. Спартак и Сибирь. В начале первого периода красно-белые заработали большинство. И лучший снайпер сентября в континентальной хоккейной лиге Николай Голдобин открыл счет в матче. Выдал ему диагональную передачу на вершину левого круга Иван Морозов. И радиоуправляемый кистевой верхний ближний угол запустил Голдобин. После этого больше получаса зрители ждали голов и дождались их, начиная с конца второго периода, сперва в формате 5 на 3 Сибирь. Сравнивает счет, делает это Владимир Бутузов. Классный пас, не глядя от Тейлора Бека. И бросок из левого круга под перекладину ворот Кореева. Концовка второго периода. Морозов тащит шайбу в зону, дает передачу на Порядина. Тот не смог отличиться, но атака на этом не закончилась. И Порядин вновь играет на Носера с пасом на Голдобина. Получив шайбу от синей линии, Голдобин оформляет дубль. Снова бросок в ближний угол, снова вверхом, снова неудача для Дениса Костина. Начинается третий период. Шайба в районе синей линии Спартака держится. Порядин неудачно ее сбрасывает с неудобной руки. Перехватывает шайбу сибирцы. И Тейлор Бек с паса Николая Прохоркина сравнивает счет. Второй раз в этом матче Сибири удается красно-белых догнать. Прохоркин очень быстро сориентировался по эпизоду. И доставил шайбу на пятачок, где дальше технично. И уверенно Тейлор Бек с Кореевым разобрался. После этого проходит буквально пару минут. Спартак забирается в зону Сибири. И здесь традиционно мы отмечаем работу первого звена. Морозов на синий, катит вперед, бросает с вершины. И выводит Спартак в третий раз в этом матче вперед. Повезло немножко красно-белым. Кистевой бросок Морозова подправил рикошет от защитника Никиты Ефремова. Чуть меньше пяти минут до конца третьего периода. Спартак продолжает атаковать. Локтионов доставляет шайбу под ворота. И оттуда с пары попыток Максим Цыплаков пробивает. Галкипера Сибири делает счет 4-2. И это большая заявка на победу в сегодняшнем матче. Снова без рикошета не обошлось. На сервис шайба от Тимура Ахиярова отскочила. Что помогло Цыплакову зацепиться за нее на пятаке. Последние секунды третьего периода. По идее Сибири нужно бы атаковать. Но они играют в меньшинстве. И Спартак этим пользуется. Голдобин выводит на дальний бросок Михаила Чайковский. И словацкий защитник ставит точку в этой встрече. 5-2 Спартак. Испытав определенные сложности. Все-таки одерживает победу над Сибирью. ЦСКА после разгромов Сочи и Витязев принимал у себя дома Астанинский Борис. И в этом матче армейцы вновь показали себя во всей красе. Середина первого периода. И вот такая комбинация приводит к голу Павла Корнаухова. Очень здорово здесь разобрались армейцы. Акулов сделал поперечную передачу на Плотникова. Тот вырвался из борьбы. Доставил шайбу на дальнюю штангу Корнаухову. И форвард ЦСКА послал шайбу мимо Андрея Шутова. В конце второго периода в большинстве армейцам удается удвоить преимущество свое. И делает это Михаил Григоренко. Нестеров получил шайбу от Григоренко на вершине. Перевел ее в правый круг в браслоне. И оттуда выстрелом в касание форвард ЦСКА голкипера Бориса пробил. Начало третьего периода. В контратаку армейцы убегают. Дитс скидывает шайбу налево. Бросок по воротам. И сам же Даррен Дитс замыкает эту атаку. На пару с Акуловым они ее разыграли. И в итоге Дитс на дальней штанге клюшку подставил. Но это было еще не все. Концовка третьего периода. Борис пытается перехватить шайбу в своей зоне. И вроде им это удается. Но тут же ЦСКА включает прессинг. Корнаухов на пару с Акуловым смогли закошмарить оборону Бориса. И сделать счет 4-0. Очень уверенная победа ЦСКА. Продолжают они быть на коне. Продолжают они быть на ходу. Третья победа подряд для команды Сергея Федорова. В Москве Динамо, проигравшая из десяти в последних матчах лишь один, принимала Локомотив. Который мог противопоставить этой красивой цифре свою. Победы в четырех встречах подряд. Битва за трон Запада. Чем не яркая витрина, особенно учитывая то, что белоголубые потихоньку подбираются к сверхатакующему Спартаку по заброшенным шайбам в чемпионате. Ну а Ярославль такой Ярославль. Самая малопропускающая команда КХЛ из года в год пляшет от печки и не собирается менять свой стиль, узнаваемый уже многими поколениями хоккейных зрителей. Кто сумел убежать подальше от быстроногих парней Игоря Лоренова и возглавить конференцию. Здесь будет много неожиданного. Все ответы на вопросы прямо сейчас. На старте матча железнодорожники очень неплохо пользовались ошибками, которые допускали белоголубые. Вот одна из них. Рихачев накрыл соперника на фланге. Передачу Андронов отдал на пятак. И Тесанов пытался клюшку подставить, но Волков шайбу остановил. Локомотив выбирается дальше из своей зоны. Поленкова накрывает и прорывается по флангу. Заряжает с дальней дистанции Александр Полунин. Несложный, не опасный, но скрытый бросок был для голкипера. И тем не менее справился с ним голкипер белоголубых. Игорь Никитин понимает, что у его команды дела идут неплохо. Здесь Локомотив в середине первого периода выбирается из своей зоны. Лихачев набирает скорость и не стал он отдавать передачу на подключавшегося партнера. Сделал все сам. И лучший бомбардир Локомотива на старте сезона. Набирает свое очередное очко, выводит свою команду вперед. Классное исполнение от юного форварда Локомотива. Переложил шайбу на неудобную руку и на средней высоте послал ее мимо голкипера. Спустя несколько минут большинство у московского Динамо, их крайне сильная сторона. Гусев бросает по воротам, шайба отскакивает к Джордану Уиллу. Тот выдает поперечный перевод на Эрика Оделла. И броском в касание легионер белоголубых счет сравнивает. Нельзя удаляться против московского Динамо. Ни в коем случае этот урок команды учит весь сезон. Классный поперечный перевод. И Оделл точен, Уилл Гусев в ассистентах. Три с половиной минуты до конца первого периода. Еще одна попытка от Динамо. И Уилл был близок к тому, чтобы собственноручно гол исполнить. Ну и дальше проверка на бдительность. Дальний бросок от Менелла. Почаров шайбу забирает. Здесь, конечно, за Шивертона очень неприятно летела. И в штангу в итоге попала. Уилл был близок к голу. В конце первого периода удаляется уже Динамо. И Максим Шалунов по отскочившей шайбе работает великолепно. Направляя ее под перекладину ворот Волкова, Локомотив возвращает себе лидерство. Максим Березкин выдал передачу на защитника. Сергеев зарядил. Поленков пытался шайбу выбить с пятака. Но выложил ее прямо на клюшку Форду Локомотива. И тот не промахнулся. Старт второго периода очень напоминал старт первого. Снова динамовцы под прессингом соперника допускают ошибку в своей зоне. И заканчивается это третьим голом Локомотива. Перехватили шайбу на синей линии. Иванов протащил ее по правому флангу. Сделал классную передачу с неудобной руки на подключавшегося из глубины бута. И тот в касание послал шайбу мимо конька, мимо щитка. Галкипера 3-1. Локомотив впереди. Продолжают железнодорожники давить. Продолжают атаковать. Шайба оказывается на синей линии. Гернат не смог запустить ее через борт. Зато набросил в сторону ворот. Волков шайбу забирает. Вот такой эпизод был перед этим. Поролись Тесанов и Миронов. Продолжается атака. Вбрасывание в зоне Динамо. Остается оно после затяжной борьбы в круге за Локомотивом. Бут скидывает шайбу на синюю линию. Гернат бросает. И рикошетом от лица у борта шайба выскочила на пятачок. Где ее тут же подобрал Денис Алексеев. И тут же послал ворота Белоголубых. 4-1. Мощнейший отрезок. Две шайбы в течение двух минут. А если сюда добавить еще и гол Шунунова в конце. Первого периода. То вообще три шайбы в течение четырех. И это серьезная заявка на успех для команды Игоря Никитина. После этой шайбы в воротах у Динамо появляется экс-голкипер Локомотива Илья Коновалов. И это замена. Плюс изменение ситуации на льду. Сыграла на руку Белоголубым. Борьба в углу площадки за 7 минут до конца второго периода. Получает шайбу Миронов на синей линии. Переводит ее налево. И Егор Мартынов кистевым броском пробивает голкипер Локомотива. Не смог здесь помочь своей команде Иван Бочаров. Закрыл его на пятаке. Сидрик Пакет. Грамотно расположившись перед вратарем. Ну и классный кистевой бросок от Мартынова мы, естественно, здесь отмечаем. Продолжает Динамо давить. Джоашвили упускает неплохую возможность. Выскочил он на ближнюю штангу. Выцарпал шайбу. Бросил. Отразил ее Бочаров. И Ожиганов пытался ее добить. Но просто по шайбе не попал. Спустя 2 минуты еще одна атака Белоголубых. Это Поленков. Запускает ее от синей линии. На пятачек в новую шайбу выскакивает. И здесь уже был сумасшедший шанс у Ожиганова. 2 минуты до конца второго периода. Гусев получает шайбу на лицевой линии. Простреливает на пятак. Лезет туда Дмитрий Рашевский. Но никак не удается выйти на свободную позицию. Не позволили здесь Рашевскому по шайбе зарядить. Накрыл его здорово Андронов с партнером. Через это мгновение в большинстве оказывается Локомотив. Выигрывают они вбрасывание. Березкин шайбы за воротами. Скидывает ее на Шулунова. И тот в касание переправляет ее в ворота. Дубль Максима Шулунова. Снова гол в большинстве. Снова гол в конце периода. На серос не с кистей. На серос в касание. И Эльдаруна.